Здравствуйте! Это новости моего города в студии Оксана Фолина. И вот что сегодня вас ждет в нашем выпуске. Остыли реки и моря, остыли! Все потонули. Новокузнечане серьезно готовятся к паводку. Хорошо, хоть заложников не взяла. Проворовавшаяся санитарка закрылась от полиции в больнице. Строительная неразбериха. Жители проспекта Ленинградского в Кемерве хотят снести незаконную постройку в их дворе. Президент Венесуэлы Угу Чавес сегодня ночью скончался. Долгое время он болел раком. Страшная новость о гибели лидера Венесуэлы уже облетела весь интернет. Ему было 58 лет. Последние прижизненные, теперь уже исторические кадры. 10 декабря 2012 года президент Венесуэлы улетает на Кубу. Угу Чавес в спортивном костюме, как мы видим, улыбается, хлопает по плечу гвардейца. Твердо и характерно по-латинно-американски, сжав руку в могучий кулак, произносит. Мы победим и да здравствует Венесуэла. Сегодня губернатор Аман Тулеев отправил телеграмму соболезнования в посольство Венесуэлы в Москве. В ней говорится следующее. Цитирую. Угу Чавес сделал многое для развития отношений с Россией и оставил заметный след в мировой политике. Я считаю, что Угу Чавес был величайшим политическим деятелем для своей страны, Латинской Америки и в целом для всего мира. Смерть лидера нации – настоящая потеря для народа Венесуэлы. Совсем скоро погода изменится, но плюсовую с потеплением нас ожидает и много проблем. Снег начнет таять и есть опасность, что павода, который был в 2004 году в Новокузнецке, повторится. Горожане обеспокоены, однако власти твердят, что ситуация под контролем. Что произошло тогда и к чему жители опасных зон готовятся, уже сейчас выясняли наши корреспонденты. Черемушки – это садовое общество с дачными участками. Круглый год тут живут лишь несколько семей. Здесь нет ни школ, ни больниц, ни других учреждений, которые могли бы стать временным пунктом для потерпевших в случае паводка. Зато есть река, которая каждую весну выходит из берегов. Хоть жителей и немного, но если будет наводнение, укрыться им негде. Так и случилось в 2004 году. Сейчас я вам покажу, какой уровень воды был. Затапливала нас вот полоска, даже видно. Так что все это было в воде. Очень страшно, очень страшно. Мы в окно со второго этажа смотрели, как все плывет. Валентина Васильевна каждый день берется за лопату. Если не отбрасывать снег, она не сможет даже пройти к собственному крыльцу. В этом году его выпало слишком много. Женщина вспоминает 2004 год. Сугробы были такими же огромными. А когда растаяли, случился настоящий потоп. Хорошо, что у них с мужем двухэтажный дом. Если бы тогда пенсионеры не забрались наверх, вряд ли им удалось бы спастись. Вода аж шумела, как шла. Даже слышно было. Ну и это страшно, конечно. На втором этаже сидим. Я всю ночь не спала. Смотрела, сколько ступенек заливает. Дети там с ума сходят на берегу в Куртуково. И сутки тишина. Ни самолетик не пролетел. Есть вероятность, что этой весной паводок будет не менее страшный. Вопрос обсуждался в городской администрации. Только на этот раз чиновники пообещали, что хорошо подготовиться и обеспечить жителям безопасность. Мы должны быть готовы к капризам природы, к ее проявлениям, к возможным каким-то негативным явлениям. И максимально наша задача обеспечить безопасность наших жителей, сохранность их имущества. Ну и, естественно, в первую очередь, конечно, это жизни наших людей. Каждый год власти обещают одно и то же. Но жители пытаются обезопасить себя сами. Уже начали потихоньку переносить картошку из погреба на крышу. Куриц в случае беды заберут с собой на второй этаж. В прошлый раз вся живность погибла. У нас вот там стаечка была. Мы ее разломали. После наводнения она вся, считай, развалилась. Там у нас кролики были, куры, 18 кроликов, 10 курей. Все потонули. На совещании по Паводку говорилось, что с населением ведется активная работа. Валентина Васильевна об этом ничего не слышала. Один раз, правда, приходила женщина из страховой компании. Полис пенсионеры оформлять не стали. Рада бы, да вот только денег нет. После горького опыта пытаются обезопасить себя сами. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наталья Токмагашева, Елизавета Баранова, Константин Алехин. Новости моего города. В Беловском районе накануне произошло колебание земной поверхности. Его сила составила 3,2 балла. Был ли это промышленный взрыв? В Кузбасс пригласили разобраться ученых. Сегодня по инициативе губернатора в администрации области прошло совместное совещание между Юрием Волковым, начальником отдела Центра антистихии МЧС России, и первым заместителем губернатора Валентином Мазикиным. Сейсмособытие классифицировали предварительно как промышленный взрыв. Хотя, по словам угольщиков, никаких взрывных работ в это время они там не вели. На совещании установили причины взрыва и обсуждали, как защитить жителей Кузбасса во время таких случаев. Чтобы не попасть за решетку, кемеровская санитарка, нечистая на руку, спряталась от полиции в сельской больнице. День назад женщина, ранее судимая, зашла в чужой дом и украла бытовую технику. Сегодня полицейские хотели арестовать ее на рабочем месте, однако санитарку кто-то предупредил. И она закрылась в одном из помещений учреждения. Думала, так ее не арестуют. Стражам порядка пришлось вызывать кемеровских спасателей. Они залезли в окно и открыли дверь изнутри. Женщина и тут не захотела сдаться без боя, попыталась сбежать, но в здании ее быстро поймали. А я вообще не годовато. А ты что тогда закрылась? А по своей дочери разбирается. Развалюха. Без адреса на горячую линию телеканала «Мой город» поступил звонок. Жильцы Ленинградского проспекта бьют тревогу. В их дворе поселилось неизвестное строительное чудо. Опознать странный объект решила наша съемочная группа. Что находится там, за высоким забором, жильцы дома номер 21 по проспекту Ленинградский гадают уже несколько лет. В 2004 году посреди их двора на месте бывшей детской площадки кто-то построил неопознанный объект. Местные жители говорят, что часто видят въезжающие в этот дворик машины. Еще где-то услышали, что объект возведен незаконно. Понятное дело, соседям обидно. Почему кто-то может позволить себе вот так просто построить усадьбу? Непосредственно летом там строится теплица и делается огород. Мне тоже бы очень хотелось во дворе сделать себе домик и сделать огородик. Чтобы узнать, кто поселился посреди двора, мы обратились в комитет строительного контроля администрации города Кемерово. Там ответили, что о постройке знают. Вроде как на этом участке расположено овощехранилище и временные постройки для сторожа, который все это охраняет. По словам специалистов, территорию занимает ООО «Аргунь». И на самом деле незаконно. На данный момент никаких договоров, аренды и иных каких-то правовых отношений в отношении земельного участка нет. За комментарием мы обратились в ООО «Аргунь». Застройщик Олег Алексеевнин по телефону нам рассказал, что ни от кого не скрывается. На занимаемой территории действительно находится овощехранилище. Но предприниматель утверждает, что разрешение на строительство у него оформлено. И о том, что его застройка и недовольны жильцы близлежащих домов, он понятия не имеет. У нас отвод земельного участка сделан, то есть он зарегистрирован, а заключить договор с комитетом госимущества мы пока не можем. Олег Алексеевнин добавил, что сносить ничего не собирается. Но такой расклад дел жильцов вряд ли устроит. Жильцы могут обратиться в суд коллективно, разумеется, собрать подписи с тем, чтобы занимающее лицо данный участок освободило его. На самом деле земля, на которой возведена постройка, государственная. И сейчас комитет по управлению государственным имуществом ведет судебное разбирательство ООО «Аргунь». Требует освободить незаконно занятый земельный участок. А жильцы все же верят, что когда-нибудь их дети будут играть на большой площадке, а не на маленьком клочке земли у дороги. Лариса Михеева, Мария Салмина, Дмитрий Фокин. Новости моего города. Если у вас есть проблемы и вы не можете решить их самостоятельно, звоните нам на телефон горячей линии 8 933 300 0300. Разбираться будем вместе. Артисты цирка привыкли к трюкам, но только не к тем, которые готовит природа. Возле Кемеровского цирка фургоны, в которых перевозят животных народного артиста России Мстислава Запашного, буквально приморозило. Приморозило. Дело в том, что когда фуры приехали к цирку, в Кемерове была почти плюсовая температура и колеса машин стояли в лужах. Как только вновь накрыли морозы, автомобили приморозило и сдвинуть их с места было почти невозможно. Чтобы фургонам вернуть подвижность, циркачам пришлось вызвать спасателей. Говорят, все закончилось благополучно. А на кемеровских предприятиях уже готовятся к паводку. На Азоте, например, усиленно чистят снег. Дело в том, что завод стоит почти на берегу Тами. Если не подстраховаться, может их затопить. Рабочие каждый день выходят на борьбу со снегом. Убирают его как специальной техникой, грейдерами и тракторами, так и старым дедовским способом с помощью лопаты. Работаем мы ежедневно. Снег идет, каждый день убираем ежедневно. Плюс вывозим снег от цехов, с площадок, где места отгрузки продукции проходят, дороги очищаем. В общем, ежедневно примерно 10 единиц техники у нас работают. В Кемерове рецидивист дважды ограбил одного и того же дворника, сообщает сегодня новостной портал СИБДепо. Злоумышленником оказался 32-летний кемеровчанин. Недавно он вышел из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению. На работу не устроился, деньги на жизнь продолжен добывать преступным путем. Накануне около одного из домов Кемерово он увидел дворника. Тот разговаривал по телефону. Подозреваемый подошел сзади, резко выхватил мобильник из рук и скрылся. Через несколько дней грабитель вновь встретил во дворе того самого дворника. И опять отобрал телефон, который тот купил совсем недавно. Придя в себя после дерзкого ограбления, мужчина вызвал полицию. Вор, который получил прозвище Дежавю, вскоре получит и срок до 4 лет лишения свободы. Чтобы совершить добрый поступок, не обязательно ждать особенного повода и долго готовиться. Так решили сотрудники телеканала «Мой город» и, недолго думая, отправились к кемеровским ребятишкам. Кто и зачем ходит в гости не только по утрам, а в любое время суток, смотрите в нашем сюжете. В тесноте, да не в обиде. Это правило проживания в любом малосемейном общежитии. Для того, чтобы детям было где провести свободное время и отдохнуть от малогабаритной обстановки родного дома и созданные игровые комнаты. В общежитии, что по проспекту Ленинградскому, такое место для детского отдыха открыли более 5 лет назад. Когда в гости нагрянули смешные клоуны, в игровой стало тесно. Раз, два, три! Здрасте! Ведущие программы «Кто там» Марина Логинова и Дмитрий Вихрецкий шагнули с телевизионного экрана не просто так, а по поводу. На одном из собраний коллектив канала единодушно решил сброситься и купить хороший фотоаппарат детям из общежития. А помогли красиво с настроением преподнести подарок клоуны. Они же актеры областного театра «Кукол». Ведь кроме того, что Дмитрий Сергеевич телеведущий, он директор и главный режиссер Кемеровского театра «Кукол». Мы хотим творить чудеса и утром, и вечером, и днем, и ночью, и круглосуточно, особенно если это для детишек. Для детишек и телеканала «Мой город» дарить подарки. Дарить подарки же всегда приятно. Да. У ребятишек уже был фотоаппарат, но он сломался. А снимать, как выяснилось, им есть что и кого. Я люблю фотографировать, это мое хобби. Я хочу стать фотомоделью или фотографировать моделей. Если мы будем ездить куда-нибудь в театр, то там надо же запечатлеть впечатление. И теперь, благодаря вам, будет хороший подарок. Традиционное фото на память. Так завершился визит телевизионщиков к детям. На прощание гости и хозяева договорились встретиться в театре «Кукол» на одном из спектаклей. А объектив новенького фотоаппарата запечатляет этот факт навсегда. Ксения Еременко, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города.